Не прекращаются обстрелы украинских позиций в зоне АТО. С начала суток 9 провокаций практически по всем направлениям. Очень напряженная ситуация на Авдеевском плацдарме. Больше часа противник атаковал силы АТО в районе Песок. Последствия этих обстрелов видел Руслан Смещук. Поселок Пески. На момент нашего прибытия на позиции тут стоит тишина. До этого был дневной бой. Под прикрытием бронемашин пехоты боевики атаковали армейцев. Застосовывали бехи, минометы были, працювали по нашим позициям. Ну и стрелкотняшка, конечно. Крупнокалиберные кулеметы працювали. Они из-за зеленки працуют, то они не могут так праценно обстрелять. Они приблизительно знают наши позиции. На улицах разрушены из-за постоянных обстрелов дома. Особенно достается зданиям, у которых два и больше этажей. Теперь они ненадежное укрытие. Поэтому бойцы выбирают подвал или одноэтажные постройки с крепкими стенами. Противник вел интенсивный огонь. БМП первая, вторая работала, СПГ. И чуть что, при любом таком замесе, сразу они лопят по большим домам этим. Хорошие ориентиры. Когда обстрелы противника становятся слишком интенсивными, военные открывают ответный огонь на поражение. За последнее время тут уничтожили минимум две огневые точки боевиков. Было несколько ситуаций, когда противник, например, полдня задал болонас из одного, например, своего дота. Калибр 14,5, 12,7. Гранатометы начинали вот это вот. Дали ответку один раз. В один дот там рикошетом попало, зажгло бревно, он за ночь сгорел. И уже уезжая с позиций, мы встретили вот этих людей. Анатолий, бывший танкист и участник АТО, с товарищами постоянно приезжает на передовую. Из Кировоградской области бойцам привозят разные вкусности. Это делают наши бджелки, девчата. Они ночами не досыпают. Это холодильник, и вот что в нем, это у нас майструвал Витя Копцев, такой у нас народный умелец. Руслан Смещук, Вадим Ревун и Евгений Малярчук. Подробности телеканал Интер.